Слава Украине! Приветствую от Полонского! Ребятки, апдейт по Бавовне в Оренбургской области. Значит, смотрите, иногда у нас апдейты приходят через много дней. Был даже один апдейт, я помню, через полгода его вам доносил. Ну а бывает, когда проходит меньше суток, и ты уже в курсе дела, что там действительно произошло, и как, и где, и почему. Итак, еще раз, загоризонтная радиолокационная станция, одна из немногих на России, которая, ну, собственно говоря, является важнейшим элементом российского, так называемого, ядерного щита, по всей видимости, либо уничтожена, либо серьезно повреждена. Это уже точно, это показывают снимки, которые опубликовала сегодня Радио Свобода. Напомню, атака по ней произошла вчера, утром, рано утром. Рашисты опубликовали такое, знаете, комьюнике, комьюнике, мне так слово это нравится, да, хорошее. Так вот, они такое комьюнике дали, что, мол, ну, сбили какой-то дрон, он там 20 километров не долетел, упал. Ну, как они обычно же, брехуны брешут, да? Что на самом деле? Значит, спутниковые снимки, ссылочка на них в описании к данному ролику, как обычно, спутниковые снимки довольно четко показывают, там спутник за 26 число и, соответственно, за 27, до и после. Довольно четко показывают следы пожаров на территории именно самого комплекса, не в 20 километрах, а именно в самом комплексе. Причем, очаги пожаров со всех сторон вокруг этой РЛС самой и до помежных примещений, вспомогательных помещений, ну, трудно сказать, где какие, где что у них стоит, мне это неизвестно, но в любом случае, если посмотреть на снимки, то понятно несколько вещей. Попадания были очень четко по структуре комплекса и оно было не одно. Либо же это был дрон, если это один дрон, например, был, то это дрон, который нес на себе кассетный боеприпас. Тогда тоже могло бы быть вот таким вот образом, когда он шваркнул во все стороны и, соответственно, подорвал сразу несколько строений. Может быть такое было, может быть. Но все-таки я склоняюсь к той версии, что прилетело несколько дронов и каждый из них имел свою цель и по своей цели отработал, на что явно указывают следы пожаров в разных местах этой конструкции, скажем так. Там и конструкция большая, и зданий возле нее, где размещено оборудование то или иное, довольно много. Соответственно, все они либо повреждены, либо уничтожены. Сейчас трудно сказать, но поскольку пожары, говорю, там, 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 в различных местах, то видно, что работал, скорее всего, все-таки не один дрон. Еще раз, эта радиостанция, радиолокационная станция, она является краеугольным камнем. Это город Орск, да, тот самый. Краеугольным камнем в противоракетной обороне России. И она следит за баллистическими ракетами, за крылатыми ракетами, за спутниками. Представьте себе, то есть, это дура огромная и очень важная для них. И имеет свой сектор. Вот без нее этот сектор остается хуже прикрытым, скажем так. Нельзя сказать, что совершенно не прикрытым, но учитывая, что это уже третий удар подобного рода пепелацам, то можно сказать, что, скажем так, ядерный щит России испаряется на глазах, потому что он не имеет смысла без этих радиостанций. А заменить это оборудование, может быть, и могут, а может быть, и нет. Тут же такое, никто этого сейчас не знает. Но, скажем так, теперь еще, почему мы атакуем именно вот... Да, во-первых, это рекордный, еще раз повторюсь, рекордный по дальности удар дрону по прямой 1800 км. Соответственно, дрон, наверное, пролетел 2500 км, потому что он же вихляет прекрасно, понимаете, по прямой никто не летит, и он же не поднимается с самой границы, значит, он поднимался откуда-то, я не знаю, может, может, с Харьковской области, может, с Умской, а может, и с Киевской области летел, мы же не знаем. То есть, он пролетел за 2000 км, скорее всего, я думаю, где-то 2500 км, и ударил, точно ударил туда, куда надо, потому что, еще раз говорю, следы пожарища видны великолепно, да? Вот, так что, и еще один момент, скорее всего, мы все-таки сделали очень большое, ну, знаете, такое одолжение американцам, потому что, еще раз говорю, эта штука вряд ли работает против наших дронов, но она не того пошиба и не того масштаба, чтобы там следить за этим дроном, за этой вот этой писюлькой, которая летит маленькая. Не-не-не, это межконтинентальные, ее клиенты, это межконтинентальные баллистические ракеты, либо крылатые ракеты, там, да, вот такого плана дуры. А, ну, точно не дроны, она не против дронов. Вот, поэтому, то, что мы это сделали, мы сделали для американцев, соответственно, теперь, я думаю, мы должны ожидать от них аналогичного реверанса в виде разрешения использовать американское оружие при ударах по путинской камарилье.